Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня». Я ее ведущий Александр Климов. В Хакасии продолжается массовая диспансеризация населения. Это медицинский осмотр, пройти который раз в три года может любой житель Хакасии. Что для этого необходимо и какие заболевания чаще всего выявляются в ходе таких осмотров, об этом мы поговорим с исполняющей обязанности заведующей отделением медпрофилактики Натальей Павленко. Наталья Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Сергеевна, с какой целью проводится диспансеризация? Для чего она вообще нужна? Вообще диспансеризация взрослого населения проводится с целью выявления факторов риска, либо заболеваний на ранних этапах. И факторы риска, как я еще раз повторюсь, те, которые способны вызвать те или иные заболевания, приводящие к ранней смертности населения, либо инвалидизации и онкопатологии. А чем отличается диспансеризация от медосмотров, которые проводились в принципе и раньше? Ну, это маленько разные приказы. Медосмотр проводится в целях для чего? Для того, чтобы устроиться на работу, то есть либо какие-то профпоказания. Здесь же раннее выявление онкопатологии, как я уже и говорила. То есть, чтобы на ранних этапах определить то или иное заболевание, принять своевременное лечение какое-то, да, и чтобы продлить жизнь и качество каждого человека. А с какого возраста жители проходят диспансеризацию и кто вообще может ее пройти? Вообще пройти диспансеризацию может любой житель города Абакана. Ну и не только Абакана, то есть в каждом населенном пункте может любой человек пройти диспансеризацию. Проводится, мы говорим про взрослое население, это с 21 года. То есть дети, они проходят на участках у педиаторов, а взрослые здесь у нас. Насколько я знаю, диспансеризация проводится раз в три года. То есть человек каждые три года может ее пройти. А как узнать о том, что именно в этом году, именно сейчас он может пройти диспансеризацию? Скажу такую маленькую ремарочку или оговорочку. Раз в три года и сейчас у нас появилась диспансеризация раз в два года. Вот эта, которая раз в два года, она направлена на выявление онкопатологии кишечника и молочной железы. То, что раз в три года, тут уже более обширный, да. И узнать может человек о годах, которые подходят к этой диспансеризации. Это либо на сайте Минздрава, то есть у нас официальный есть сайт. Это в любых средствах массовых информации. Мы постоянно даем информацию в газетах, то есть, пожалуйста, можно читать. На стендах в поликлинике, либо в больницах, то есть мы стараемся по максимуму известить людей, что вот конкретные года они подходят под диспансеризацию. Либо можно позвонить в колл-центр, там тоже вам об этом расскажут. Многие люди не спешат посещать поликлиники, потому что попасть на прием к каким-то специалистам проблематично. Это занимает очень много времени. А есть ли какие-то специальные кабинеты, где ведется прием только как раз пациентов, пришедших на диспансеризацию? Вот, как раз-таки это самый хороший такой вопрос, как говорится, на злобу дня. Потому что, значит, у нас в отделении профилактики своя отдельная регистратура. Пациенту не нужно ходить к терапевту-участкому. То есть он приходит сразу к нам, это 254 кабинет. Обращается, при себе имеет паспорт и полюс медицинский. Тут его оформляют, дают необходимую документацию, все обследования. То есть то, что ему положено, согласно его возрасту. И анализы уходят на участок. И уже пациент может сам записаться к своему участковому терапевту и прийти получить вот эти все результаты. То есть, чтобы пройти диспансеризацию, никакого направления от терапевта не надо? Абсолютно не нужно. И у нас лучше тем, что пациент приходит к нам в отделение и проходит все анализы здесь. То есть мы не отправляем его куда-то в очередь сдавать там кровь, допустим, в другие какие-то отделения, в какие-то другие кабинеты. Все централизовано в нашем отделении. Тут же ЭКГ, тут же кровь, то есть все обследования, все тут у нас. А какие конкретно обследования и каких врачей человек посещает при диспансеризации? Ну, опять же таки, это все зависит от возраста. То есть молодые люди, конечно, у них минимальный набор обследований, так как мы предполагаем, что это здоровые люди и у них только могут быть те или иные факторы риска. Если же это уже люди более старшего возраста, то здесь опять же есть разница, но обследование более шире. На первом этапе специалистов нет по диспансеризации. Это только мы обследуем, делаем мамографию для женщин. У мужчин это анализ крови на ПСА, то есть выявление онкопатологии именно предстательной железы у мужчин. Это будут биохимические анализы крови, это будет флюорография, патология легких. Потом идет у нас второй этап, когда анализы приходят на участок, участковый терапевт смотрит эти анализы, смотрит анкетирование пациента, где пациент указывает, что конкретно, допустим, беспокоит его, какие-то составленные вопросы, чтобы врач посмотрел, определил факторы риска и направил на второй этап пациента в совокупности с этими обследованиями, которые он пришел первый раз. Наталья Сергеевна, а обследование проводится бесплатно? Диспансеризацию не нужно оплачивать? Конечно, это все проводится абсолютно бесплатно, но опять же таки проводится тому населению, который прикреплен к нашей поликлинике. То есть, если человек прописан в Усть-Абакане, переписан к поликлинике Усть-Абаканской, но живет здесь у нас, он пройти диспансеризацию у нас не может, только в Усть-Абакане, там, где есть его прикрепление к той поликлинике. Если захочет здесь, то значит ему нужно прийти в 220 кабинет и написать заявление на прикрепление к нашей поликлинике. Тогда в этом случае он все будет получать только в нашей поликлинике. Не только в диспансеризации, но и узких специалистов. Если когда-то заболеет терапевт, то может быть больничный лист ему получить. Только у нас. Наталья Сергеевна, а в целом, что со здоровьем нашего населения? Много ли заболеваний выявляется в ходе диспансеризации? Вообще диспансеризация у нас это такое правильное направление. Почему? Потому что выявляются заболевания на ранних этапах. Это онкопатология молочных желез у женщин. Как известно, сейчас эта патология у нас помолодела. Это уже молодые девушки в возрасте 28 лет. У них выявляется данная патология. На ранних этапах это все излечимо. Это все хорошо проходит. И женщина уже живет дальше спокойно и прекрасно. Также выявляется сахарный диабет. Очень часто выявляются гипертонические болезни. Болезни со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть это же ИБС. Нередко бывало, что мы у нас, проходя, допустим, пациент обследования, то есть снимая электрокардиограмму, выявляли инфаркт миокарда. И отсюда мы пациента на носилках, то есть, как положено, скорая увозила в сосудистые центры. То есть это хорошее нововведение для выявления именно вот таких заболеваний и патологий. Потому что никто не любит у нас обращаться в поликлинику, да, пока нас, как говорится, что-то не клюнет где-то. Ну, когда уже поздно. А здесь на ранних этапах выявили, своевременно предприняли какие-то меры и живем дальше. А если у человека есть желание пройти диспансеризацию, но время, его год еще не подошел, что делать в таком случае? Если год у него не подошел, то он может пройти профосмотр. Профосмотр также проходится в нашем отделении. Тут маленько минимизирован, как бы, план обследования и не будет второго этапа. То есть узкие специалисты не посмотрят, посмотрит участковый терапевт. И по необходимости он направит пациента к тем или иным специалистам согласно плана графика. То есть это не будет экстренно как-то. Это, ну, планово назначит, запишет, отправит. А где жители Хакасии могут пройти диспансеризацию? И что делать тем, если вот в населенном пункте нет больницы, можно ли пройти диспансеризацию в фельдшерско-акушерских, к примеру, пунктах? Конечно. В фельдшерско-акушерских пунктах у них там есть фельдшера, которые проводят эту диспансеризацию. Если же нет на ФАПах, либо есть населенный пункт, в котором нету ФАПа, да, то тогда пациент едет куда? В районный центр. Там точно так же есть организованные эти кабинеты медицинской профилактики, либо отделения медицинской профилактики, как у нас. То есть это же федерального уровня приказ, да, и закон, то есть о прохождении диспансеризации, поэтому это есть везде. Я также слышал, что работодатели должны предоставлять работникам день, когда они проходят диспансеризацию. Это действительно так? Законом это не прописано. У нас нет, ну, либо на усмотрение работодателей, то есть, да, у нас есть такие, организованная организация проходит, работодатель выделяет один день, и они проходят диспансеризацию, то есть день этот оплачиваемый. Наталья Сергеевна, а в целом, как наше население относится к диспансеризации? Охотно идут или... Ну, здесь я бы сказала 50 на 50. Возможно, это в силу недопонимания, для чего это нужно. Возможно, может быть, необразованности какой-то. У нас же многие говорят, ой, я не пойду в эту больницу, поэтому ему не важно, диспансеризация это, или профосмотр, или еще что-то. То есть я думаю, что с этим связано. Но те, кто понимают, люди, они идут сами, охотно, и к нам идут они без конца и края, и приходят и говорят, ой, мы у вас были в том году, нам все понравилось, нам выявили там то-то, то-то, очень хорошо, спасибо, я теперь здоров, и все прекрасно. А в целом, много ли времени необходимо для того, чтобы пройти диспансеризацию, пройти всех врачей? Это много времени занимает? Ну, я бы не сказала, что это слишком много времени. Опять же таки, зависит от количества людей, которые пришли вот в это конкретное время в наше отделение профилактики, да. Бывает, что, да, очередь там на анализ крови, либо снятие КГ, это будет человек 15. Бывает, что один человек, поэтому, естественно, время прохождения будет уменьшено. Опять же, женщины проходят мамографию, а это запись на две недели вперед. То есть, все обследования женщина пройдет быстро, так скажем, за короткий промежуток времени, ну, а мамографию придется доздать там через какое время, которое вот записали ее. Наталья Сергеевна, а из опыта приходят ли на диспансеризацию организованные коллективы, к примеру, вот весь коллектив какого-то предприятия пришли пройти обследование? Конечно, это мы даже практикуем такую диспансеризацию, то есть, мы договариваемся с предприятием, да, то есть, та или иная организация. Звонят нам, говорят, мы бы хотели пройти организованно. То есть, чтобы не было толкучки, да, там, или столпотворения у нас профилактики, чтобы это не были не только организация, но и простое население. Мы организуем график, согласовываем время, когда придет эта организация, количество человек, чтобы это все было плавно, размеренно, люди также пришли организованно, все прошли и ушли. То есть, чтобы не было никаких-то у нас недопониманий, либо разногласий, конфликтов с пациентами, которые пришли неорганизованно. А пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме выходных? В любой день плюс выходные. То есть, мы специально организовываем в субботние дни диспансеризацию, то есть, в ближайшую субботу это будет 24 ноября, также будет 8 декабря диспансеризация в субботу. Это для населения, которое работает и не может в рабочий день прийти. То есть, с 8 до 2 у нас здесь, в нашем отделении профилактики, можно прийти и пройти диспансеризацию. Наталья Сергеевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова